Строил КАМАЗ, возглавлял горком КПСС, депутат горсовета, а еще про него говорят, что он сберег для города Челноводоканал и сделал его лучше. Именно под его руководством коллектив дочернего предприятия КАМАЗа добился того, что оно стало одним из передовых в отрасли. Сегодня у Елгалимовичу исполнилось 65 лет, но о спокойном отдыхе на пенсии юбиляр пока и не помышляет. Уроженец Альметьевска Уелл Хусаинов в набережные Челны приехал в 73-м по комсомольской путевке. До этого он с отличием окончил Казанский инженерно-строительный институт, отслужил в армии и вот его направили на КАМАЗ, на всесоюзную стройку. В 81-м он уже зав. отделом строительства и городского хозяйства, а в 84-м стал у руля горком КПСС. Челны ватоканалом у Елу Хусаинова судьба свела в не самое простое время. В середине 90-х он заступил на должность технического директора. Захожу в технический отдел, там сидит Олег Галимович, изучает технические проекты на наши объекты. То есть человек пришел первый день на работе и взялся за базу, за основу. Уже через 4 года в январе 2000-го он генеральный директор. Сегодня юбиляр признается, что несмотря на уже имевшийся богатый политический и жизненный опыт, в первые дни работы на новом месте было определенное волнение. Чувство, с одной стороны, гордости, с другой стороны, ответственности. Вот, наверное, сочетание вот таких чувств было, когда я начал работать здесь. Оказалось, вот где-нибудь, не для бога, авария произойдет какая-то, что-то произойдет и так далее. К этому надо каким-то образом привыкать, оказывается. Через легкое время только я смог еще более-менее спокойно спать. С его приходом на Челноводоканале началась целая эпоха преобразований. Была разработана программа обновления водопроводных сетей города. На станции очистки воды проведена полная реконструкция фильтров. Автоматизация производства облегчила труд работников. Вот ассоциация водоснабжения у нас в России есть, которая создает атмосферу такого творческого поиска и, может быть, даже соревнования, конкуренции. Вот у кого лучше, у кого что. Проекты предприятия Челноводоканал были признаны одними из лучших в стране. И благодаря этому город получил грант Международного банка реконструкции и развития – 750 миллионов рублей. У Ел Хусаинов успешную деятельность по основному месту работы сочетает с не менее продуктивной в Горсовете, как депутат. Его активность во время обсуждения в Горсовете, в принятии решений. И в большей степени, будучи как члену Президиума Городского Совета, мы обращаемся как к Аксакалу, который всегда даст практически правильный ответ или, в крайнем случае, направление, в которое надо идти. Чтобы перечислить все достижения, награды и почетные звания у Елы Хусаинова, не хватит эфирного времени. Вот лишь некоторые из них. Есть с кого брать пример молодому поколению и последователям. Об этом говорит и преемник у Елы Хусаинова на посту руководителя Челноводоканала – Кирилл Пузырьков, который пообещал продолжить начатое предшественникам и сохранить лучшие традиции компании. Во-первых, это стабильные, успешные предприятия, это сплоченный коллектив. Это масса очень непростых, я бы даже сказал, очень сложных проблем, которые были решены как для города, так и для КАМАЗа и других городских предприятий. Впереди у коллектива Челноводоканала немало работы и интересных проектов. Многие из них не обойдутся без участия у Елы Хусаинова, ведь он не покинул предприятие, а перешел на должность консультанта генерального директора. Артем Смолькин, Елена Портнова, Ленар Мустафин, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.